Такое ощущение, что на улице не первый день зимы, не первое декабря, а вообще весна. Идет дождь. Я оставила машину на СТО, и мы сегодня с Демидом катаемся везде на такси. Сегодня у Доминики выступление. И мы сейчас едем в школу смотреть, как Ника будет танцевать и петь. Вот. Ждем такси, оно опаздывает. Главное, чтобы на выступление не опоздать. Бу! Кто это тут? Идиома. Идиома тут, да. Вопрос всегда возникает у многих, почему Дема не ходит в детский сад. Девочки, я не отпускаю в детский сад, потому что пока у меня есть возможность его, получается, не водить, то я его не вожу. Работаю дома. Он, конечно, отвлекает очень здорово, но что поделать. Не выходи, там машины могут ездить. Вот. Поэтому пока как-то так. Ждем машинку. Такси сейчас приедет. Пока как-то так. А там в дальнейшем, наверное, ну, если будут какие-то проекты, какие-то встречи, то, может, детский сад буду водить, знаете, как через день или тогда, когда мне надо его в детском саду оставить. Я просто боюсь оставлять его в детском саду. Он неделю ходит, две болеет. Неделю ходит, две болеет. Или две ходит, а потом, как бы, болеет месяц. Очень долго выздоравливает. Что, малыш? Малины. Это не малины, это, боже, облепиха. Вот. Поэтому пока есть возможность мне ходить в детский сад, я не вожу. Дема топчет облепиху, прям с дерева. И я разрешаю. И сама ем. Реально очень вкусно. На мне, кстати, новая помада. Я сделаю обзор на канале. Жизнь Мама, которая девушка, Мэйбеллин прислал такие шикарные оттенки матовых, очень стойких помад, что я теперь каждый день делаю тест. Каждый день прошу разными. И мне нравится каждая. Самая первая, 50-й номер, самая шикарная пока. У меня в фаворитах. Ну, вот эта, которая у меня на губах сейчас. Это 25-й, тоже такая хорошая. У меня мама ее такая, Аня, я хочу эту помаду. Ну, когда уезжала, посылка как раз пришла. Вот. И она увидела. Так что я думаю, что я маме ее отдам. Но буду тоже иногда у нее ее брать. Сейчас мне начнут писать. Оно же не мытое. С деревьев прям кушает. Да ладно, ешь, я разрешаю. Я в детстве ехала. Ничего я. Моя негодяйка. Моя негодяйка. Моя негодяйка. Продолжение следует... 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 персиковый нет, он персиковый огурец, да? что еще? Дима достает с пакета но он не видит он должен на ощупь догадаться что это еще это перчик, да? ты смотри, ты все достал все достал, молодец а может игрушечки угадаем? какие-то несложные о, я знаю, что мы угадаем отворачивайся делать очень натуральную кровь если у вас волос на бровях, как у меня то есть достаточно то очень быстро можно брови произвести я приехала на награждение в Шварцене я приехала на награждение я приехала на награждение я сейчас покиню я буду вам расскажать на дрячь это церемония обучения международная профессиональная пимия для парикмахеров-стиристов и кто-то знает ее как Кубок Осис до 2015 года однако с 2016 года данное время стало международной 13 стран принимают в ней участие в 2017 от Шварцкоп профессиональная пимия профессиональная пимия хочу сказать, что сегодня с вами находимся quiet it's not quiet but this is fashion and it's the same with hair structure at the moment да, вы можете спросить правильно ли я делаю конечно нет это неправильно но, тем не менее, это правда и мода диктует то, что мы создаем на головах наших моделей и то, что наши клиенты пасут again, you can do the same thing with more technical and connected layers, of course if you would like to вы можете сделать более соединенные слои и сделать мягче эту форму но я хочется сделать именно так сейчас but the meaning point of my work today is to inspire you with new things, with new fashion and new trends я хотел бы вдохновить вас на создание новой моды и новых трендов вот такой вот неправильной стрижкой цвет является неодъемлемой частью стрижки я не могу сказать какой цвет более выигрыш смотрится вместе с ней все цвета хороши and talking about color nuances I would say color flow at the moment is very harmonic when we do techniques we do pastel with pastel warm with warm cool with cool это музыка вы видите очень гармонично выглядят все окрашивания мы сочетаем холодные с холодными теплые с теплыми нет такого, что мы сочетали какие-то противоколожности ну что, я уже дома хочу сказать о том, что мероприятие от Шварцкоп было больше конечно полезным и интересным для парикмахеров и стилистов но общие такие базовые вещи я поняла что экспериментируем стрижемся красимся я не знаю отпускаем делаем что хотим ну и конечно пользуемся косметикой Шварцкоп в этом была подача этого мероприятия вот хотела вам еще сказать о том, что я начала снимать влог потом сделала паузу на несколько дней и вот так получилось, что вчера я сделала пост в инстаграм кто в инстаграм тот знает все в первую очередь для того, кто не подписан в инстаграм советую все-таки подписаться это очень прикольная соцсеть не только для того, чтобы узнавать какие-то новости, например но там очень классные картинки лично меня они вдохновляют и утро у меня начинается с инстаграма так вот новость, которую я написала в инстаграм и многих она повергла в шок это то, что я официально в разводе что я с мужем разошлась и мы разъехались еще в феврале месяца то есть скоро будет год как мы не вместе я об этом не говорила не писала не рассказывала потому что мне было сложно тяжело и в общем был определенный период и шри-ланка это была моя таблетка моя пилюля в какой-то мере я больше не хочу об этом говорить и буду вам очень благодарна если вы не будете мне в комментариях задавать вопрос почему так произошло так произошло и все и сразу могу сказать это не измена ну потому что мы остались в хороших отношениях мы общаемся и летом вы видели мы ездили на отдых и мы ездили к друзьям вот то есть все нормально мы общаемся если бы была измена тогда бы мы не общались это понятно то есть причина в другом но прошу меня с этими вопросами не трогать фу все сказала так хотела еще сказать о том что у меня уже три недели дома нет мамы она уже то есть она уезжает приезжает она мне очень здорово помогает сейчас у меня начался один проект очень интересный пока не могу рассказать для кого но каждый день я езжу в студию на съемку снимаю два макияжа очень интересных макияжа по темам они разбиты и это был из макияжа сегодня был из макияжа я чуть-чуть его как бы можно сказать отсюда стерла и просто вот он теперь такой более вечерний вечером поехала на шварцкоп это будет не на моем канале это будет для другого канала все я вам расскажу 1 января проект запустится и тогда дам ссылку и вы сможете смотреть все эти ролики все эти макияжи их довольно много то есть будет вам интересно я думаю вот поэтому у меня еще две съемки завтра еще послезавтра две съемки то есть это все разные темы то есть всю неделю я снимаюсь для этого проекта вот но на самом деле для меня это очень такой классный опыт мне нравится и я кайфую я понимаю что я могу спокойно называть себя бьюти блогером у меня все получается все выходит и в общем не знаю как бы результатом я довольна я очень такая знаете к себе тем более я придирчивая я к людям такая но и к себе соответственно тоже так я вот так вот сделаю у меня рука трясется и что же вечер я уставшая вот можно да по мне уже понять я уже хочу переодеться и лечь отдыхать потому что завтра много работы и Диомка все время со мной и я вот перебиваюсь когда Нику оставляю с Диомой когда там она уже из школы возвращается когда беру его с собой очень часто беру его с собой поэтому он у меня такой чувак который по салонам красоты ездит по работам где бьюти блогеры по съемкам по каким-то мероприятиям короче он в движении очень много не снимаю потому что вы знаете раньше я как-то включала камеру и бегом все ну начала снимать вот как раз с момента Шри-Ланки может быть что-то во мне перемкнуло я камеру я забываю о ней я как-то живу по-другому все изменилось и может быть в дальнейшем вы в инстаграме ну кто меня смотрит и в ютубе и кто в инстаграме меня просили поднимать вопрос в ютубе на тему как жить после развода и ну много-много разных других тем на самом деле у меня в блокноте очень много тем и воспитания детей и ну именно хороших классных тем у меня уже наверное неделю больше лежат книги хочу сделать обзор у меня больше недели на кресле сложены вещи которые я хочу снять и показать вам что же я купила я понимаю что скоро это видео будет просто не актуальным в магазинах ничего этого не останется но пока это есть надо быстро это все снимать и у меня еще в планах много-много планов на самом деле я просто не успеваю физически не успеваю когда приезжает мама она мне помогает то есть она забирает на себя Дему и я могу спокойно куда-то поехать и заниматься работой кстати я аж работаю поэтому как бы многое вам не рассказываю не показываю ну не знаю как-то чуть-чуть закрылась но не от вас закрылась а именно вообще как-то не знаю пока сложно рассказать объяснить не то что рассказать сложно объяснить почему так происходит вы видите что на канале стало меньше видео не потому что я забросила канал нет потому что физически не успеваю есть другие моменты знаете когда все таки YouTube для меня больше хобби но мне надо зарабатывать деньги для того чтобы одевать кормить как бы себя и ну там в общем поэтому есть моменты когда тут выбираешь или монтировать видео для заказчика или там поехать на работу и выполнить какой-то там проект в котором например как я сейчас участвую или снимать видео для канала то конечно я выбираю как бы где можно заработать вот но я не на за все берусь где можно заработать потому что есть моменты где действительно платят но это не совсем со мной ну то есть я не могу с этим справиться в плане не от моего профессионализма а от подачи информации которую несут люди и хотят чтобы эту информацию преподнесла я а я например не согласна или мне не нравится бренд или не нравится его то есть бренда политика поэтому я за многие вещи то есть за многие проекты не берусь потому что все таки для меня очень важна репутация я не хочу обманывать своих зрителей и как бы ну то есть я отвечаю за свои слова если мне продукт нравится я говорю об этом мне продукт нравится если мне не нравится я говорю мне продукт не нравится вот поэтому бывают такие моменты когда сидишь вообще без работы тогда на канале у меня много-много-много сразу видео в общем я вам много чего рассказала много таких секретов это какая-то такая в конце видео получилась болтология вот задавайте мне вопросы но не сильно личные наверно потому что на сильно личные как-то пока сложно отвечать вот и там по поводу детского садика я уже вам говорила что Демку не вожу еще по той причине что я хочу чтобы он был больше со мной время проводил со мной вот ну и чтоб не болел ну вот так вот по поводу нового года мне многие задают вопросы где отмечать как отмечать ничего не знаю я хочу там где тепло деток хочу в январе отправить с мамой в трусковец и собираю на это деньги вот потому что все сейчас нынче дорогое как бы знаете когда привыкаешь жить по одному а потом денег не хватает ты начинаешь такой оп раньше ходил по магазину не обращал внимание на ценники то сейчас это все по-другому но ничего совсем справимся ладно давайте без я люблю позитив и это наверное последнее такое на своем канале где я говорю о каком то это не негатив это просто знаете что то такое личное что то такое ну может быть слегка грустное поэтому закрываем эту тему и теперь буду вести дальше свой канал только вот только наверное вот так с детьми с мамой с братом без мужа вот так вот все всем пока всех люблю целую и до новых видео надеюсь буду выходить в эфиры чаще в инстаграм и в ютубе снимать и показывать вам свою жизнь если она вам конечно интересна ну и конечно не забывайте про канал жизнь мама которая девушка там бьюти много бьюти и бьюти и еще раз бьюти все всем пока пока